Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Шерлок Холмс, Краймс и Панишмэнс, Преступление и Наказание. Мы расследуем убийство Питера Кэрри. Что нам нужно сделать-то? Найденная акция, гарпун. Так, давайте-ка по заданиям. Нужен гарпун для эксперимента. Уже подобрал. Должно быть, Лейстрейд обнаружил новые факты по делу. Это хорошо. Ватсон будет счастлив помочь мне с экспериментом с гарпуном. Что ж, отправляемся к Ватсону, да? Он там должен был... А, вот. Лесная лавка. Ну, вот, здесь мы в комнате подготовки. Я не могу сказать, что я любил это очень много. Что вы хотите сделать? То есть, такое дело, что он пытается проверить, реально ли человек без подготовки без подготовки именно попасть в цель. Ну да, это не так-то просто. А, собственно, эта полоска создает больше, чем больше мы бросаем. Да, ё-моё, ты как-то наведись там, я не знаю. Да. Да, чуть не получается, я не знаю. Это уже как для дебилов, наверное. Такую полоску большую сделали. Надо ещё в крестик попасть и... О! То, что нужно. Это лучшим результатом я смогу получить. Видите, Ватсон? Возьмите, что-то, 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 что-то... Ясно, понятно. Ясно, понятно. Новые улики. Так... Прибит к стене. Усилие. Нужно быть очень сильным, чтобы проткнуть человека гарпуном насквозь. Для этого понадобится и мастерство. Двое вместе добились бы такого же результата. Ну, вот то, о чём я говорил, кстати. Удачный бросок. Маловероятно, но нетренированный и неумелый человек мог умудриться пронзить Питера Керри гарпуном к стене. То есть, удачный бросок. Я сомневаюсь. Это, скорее всего, вот невероятная сила. Ну, да будет так. Тут мы уже ничего сделать не можем, да? Определенно. Так, ну тогда нам нужно отправляться в участок. Продолжение следует... 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 ...поздравляю вас. Что ж, давайте-ка двигаться в комнате с уликами. Что тут? Сапоги. Письмо. Все, собственно. Теперь давайте посмотрим блокнот. Я ж уже видел это дерево. Вот она, Canadian Pacific Rain. Railway, sorry. Вот это вот. 8532. Это облигации, акции, ценные бумаги. Называйте, как хотите. Так. Исчезнувшие акции, я думаю, попытка взлома. Так. Возвращение записной книжки. Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, выроненную им в лужу, натекшей кровью жертвы. Это доказывает вину человека, предпринявшего эту попытку. Ну, не факт. Неллиган искал отцовские акции в хижине Керри. Это объясняет его присутствие на месте преступления. Думаю, да. Так. Ну, теперь нам придется проверить еще ботинки. Так что, я думаю, спешить не буду. Так. Что там по уликам вообще? Угу. Требуется очистить письмо, проверить ботинки. И найти применение вот этой вот штуки. Хорошо, давайте-ка. Отправимся сначала в Уудменсли. Так. Бум. Подходит. Великолепно. Так. Следы Хартли нет садовника. О. На тебе, подходит. Великолепно. Ботинки Хартли совпадают со следами в Уудменли. Это доказывает, что его присутствие... Это доказывает его присутствие там. Джудит Кедди отрицает, что он работал садовником. Интересно. То есть, ее можно об этом спросить, что ли? Как это так она отрицает? Она что, оборзела, что ли? Фу, как ты усаченник. Мой бог, Аспорт. Хотя, может быть, они просто вот пришли в гости к нему. То есть, не факт, да? Что он там работал садовником. Ну, то есть, у него придется спросить. И теперь отправимся, наверное, на Бейкер-стрит. Для того, чтобы очистить, собственно, письмо от чернил. Так. Это здесь делается, да? Определенно. Хорошо. Погнал. 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 то есть а к остальным требований нету после синего через два должен идти оранжевый а всегда после раньше должен идти бесцветный так то есть эти парные а синий почему тут непонятно логика по идее такая в сентябре сентябре они все стартами акциями санта беде киеве нет определенно не то странно давайте попробуем еще раз может просто два синих давай вот так синий зеленый синий 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 да я совсем понял в чем логика было то есть два синих подряд нельзя а зеленый Получается, как норм, типа, да? Ну все, больше тут ничего отчистить, по сути. Так, еще один документ. Так, какие-то улики. Да, вот, наверное, пропавшая коробка. И исчезнувшие акции. Ценные акции хранились в похищенной жестяной коробке. Так, что это может быть? Мотив. Джона Неллигана могли застать при попытке украсть акции. Для него это вероятный мотив убийства Питера Кэрри. Джон Неллиган, жертва обстоятельств. Он не подходит под портрет убийцы ни физически, ни психологически. Я думаю, вот это. Все-таки. А, то есть я могу выбрать и второе. Но тут что-то не подходит, да? Отцовские акции. Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку. А, ну это просто такой мотив, как бы, для обвинения. Нет, я думаю, все-таки вот так вот. Не думаю я, что этот парнишка, по крайней мере, в Одинца, смог провернуть такое дело. Так, все, теперь осталось только спрашивать. Отправляемся в Скотланд-Ярд. Так, улик там новых нет. Ага, вот ты. Лайм Хартли. Давайте-ка сначала с Неллигана. Давайте-ка сначала с парнишкой пообщаемся. Взлом. Телли, мистер Неллиган, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I... I was trying to find some information about my father. Ой, пиздёж. Острый нож, гравировка на кольце, табачники сет, акция. I assume you had another purpose. To retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them. And at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family. But I could not find them there. Yes. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go, I am innocent. Сиди, блять. Так. Собственно, осталось письмо и ботинки. Но это всё принадлежащее лишь ему. Но почему же он не расскажет, как оно было на самом деле? Please escort this suspect for interrogation. Ну, я всё-таки придерживаюсь к тому, что Allow me to introduce myself. Их могло быть двое. Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I have nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me, who you are? And exactly what happened, that you should be brought here? My name is Liam Hurley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Давай посмотрим на тебя, собственно. Так, чё там? Шрам. Старый шрам. Руки садовника. Собственно, грязь. Понятно. О, там. Там какие-то следы на штанах. Ой, тут такие же. Следы растений. Да, скорее всего, этот парень садовник. Какая-то синица. Это, похоже, он имеет какую-то связь с женой убитого. Ладно. Вудманс-Ли. Скажи мне, мистер Хертли, что ты делаешь в Вудманс-Ли? Вудманс-Ли? Я никогда не был там. Да ты что? Ботинки. Ну, это значит, что ты там был. Бухал, да? Хорошо. Я думаю, что ты садовник. Потому что ты делаешь в Вудманс-Ли. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok За инструментами, значит, приходил. Хорошо. Так что вы спрятали? Субтитры сделал DimaTorzok Да, ничего особенного. Ну, ты умный. Но это ничего. Если вы хотите знать, то я назывался на моих инструментах. Это связано с моим работой, видите? Я проверяю это, мистер Хертли. Это все для сейчас. Хертлис истории это правильные лиды. Но сейчас я знаю, что есть. Я тоже, кстати, об этом подумал. Он дважды упомянул про свои инструменты. Угу. Судя по письму и показаниям Хартли он что-то спрятал в том месте, где хранятся садовые инструменты. А так как он садовник Woodman's Lee, мне определенно нужно все проверить. Определенно. У нас тут появились более персонажей. 19 лет. Вырос в богатой семье. После разорения отца 10 лет назад столкнулся с нуждой. Зарабатывал деньги чисткой рыбы. Несмотря на занятия таким тяжелым трудом, долгое время Неллиган выглядит слабым. Хартли. Подозрительный человек, арестованный полиция за то, что крутился возле Woodman's Lee. Он бывший солдат. С почетом... Че-че-че? С почетом... Оставивший службу из-за ранения в шею Шарапнелью. Сейчас живет тихо и работает садовником. Хорошо. Так, отправляемся в Woodman's Lee. Так, собственно. Не так. Лайм Хартли. А что ли? Лайм Хартли. Наоборот с ним Папы, которые выставлены в письме, находятся в зеркале в зеркале, здесь, в Уден-Сли. Мы должны их найти. О, моя! Наши шарики были в зеркале, который находится рядом с моим. Но это ключ, чтобы открыть его. Давай, давай. Спасибо, мадам. Спасибо. Так, вот этот сарайчик, да? Давайте посмотрим, что здесь может быть скрытым. Давайте посмотрим, что здесь может быть скрытым. Давайте посмотрим, что здесь может быть скрытым. Как это работает? Ага. А как переключаться? Ясно. Изи. Связка писем. Женским почерком. Монограмма семьи Керри. Ну, я что-то так и подумал. Из-за того платка. Лайм, мой дорогой, вы были так добры ко мне все то время, что я вас знала. Я не могу описать свои чувства, но считая их греховными. Ну, понятно, наш верующая. Ни к чему хорошему они не приведут. Боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Ну, ясно, понятно. Я благодарю вас за заботу. Но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была его воля. И мой муж, это мой крест, который я должна нести. Он превратил мою жизнь в ад, но синяки сойдут. И вам не нужно волноваться обо мне. Ну, нихера себе. Это бывшему военному писало письмо. Это даже не смешно. Ну, пошли. Ты же не знаешь Лайма, да? Колись. Колись, бабушенция. На моей стороне дедуктивный метод. Вы, Элайм Хартли. Мадам. Мадам. Я знаю вашей аффиницией с Лиамом Хартли. Ох. Что ты говоришь? Как вы посмели. Любовные письма, мать твою. Мадам. 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 Почему Мистер Хертли поставил их в доме? Я... я не знаю. Я хотела их вернуться, но я не могу видеть его. Не после... что случилось. Ну, здесь они. О, это ужасно, ужасно. Лиом, как он мог бы... Я... после того, что он сделал... Вы верите, что он убил мужа? Нет, я не знаю, я не знаю. Поехали, пожалуйста. Это могло быть. Правда? Спасибо, Адам. Я спрашиваю, если Виггинс смогли найти каких-то сейлеров. Не, не угадал. Ну, тогда вот это. Так. Отчаянная ревность. Лайм Хартли любил Джудит Керри. Столь отчаянно, что его ревность могла спровоцировать его на убийство. Опа. Вторая веточка. Мотив Хартли. Мотив Хартли. Отношения Лайма Хартли с Джудит Керри могли дать ему мотив для убийства Питера Керри. Определенно. Только у нас теперь два подозреваемых. Дерьмовое дело. Что я могу сказать-то? Нашел кого-то из экипажа, который стоит проверить. Это где вообще? Виггинс. Это мне нужно возвращаться на Байкеш-стрит. Погнали. Ну что ж, маленький шпион принес какую-нибудь весточку про моряков. Мистер Омс. Мы нашли сайли из этого листа, который нам дали. О, как. Хорошо, Виггинс. Давайте посмотрим. Подчеркнуть рулевой. Это интересно. Давайте рассмотрим другий лейкера теперь. Хепатис. Матрос. Гарпунчик. Определенно. И с источником PC. Питер Керри. Питер Керри. Патрик Кейс. Точно. Инициалы. Как я завтыкал-то? Табачный футляр. Табачный футляр. Как я ему завтыкал? Табачный футляр, Виггинс. Где он? Табачный футляр. Он живет в маленьком доме, но он всегда в пабе Си-Вич, где он занимает арм-вестсель для денег и пить. Табачный футляр. Это табачный футляр. Спасибо, сэр. Так, у нас больше нет ничего такого, да? Я бы хотел еще поговорить вот с садовником. Ну, вряд ли он расколется. Так, у нас новые улики. Письмо Лайма Хартли. Питер не курил. Патрик Кейнс. Да, вот оно. Патрик Кейнс и Питер не курил. Так, если... кисет принадлежит Патрику Кейнсу. Это укажет на его присутствие на месте преступления. Но это нужно доказывать. Хорошо, по рукам. Моряк? Ладно, пойдем. Я там видел падюшку морячка. Морячок. Так. Пап, морская ведьма. Я бы на его месте отправился пешком, чтобы провоняться городом. Ну да ладно. Так, нужно искать крепкого мужчину. Вот похож. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты Кэрнс? Что ты хочешь? Ты слышишь все о гамблении и армвестлинге здесь. Ты выглядишь как правильный. И я это за это. Я стараюсь на 10 сентября. Мне нравится. Так. Что за мини-игра будет здесь? Следите за выражением лица Кейнса, чтобы угадать его движение. То есть вот так вот, да? То есть вот так вот, да? Чего? ?.. Од justification. Один справедливый. Один справедливый. Ут nos Catholic. Один справедливый, этэль ao ни есть пит. Ут tetно. Одинüman рейдерацииWork else, bold uhh Объявителями мы помیک. Не-не-не Не-не-не Не-не-не-не Так, золотая серьга Дешевая одежда Сильные руки Желтые ногти Татушка моряка Ну давай продолжим Ни-не-не Ни-не-не-не Давай, давай, ложи его Блин, в защиту, в защиту Еще Да скотина Ты как ты меня задолбал уже Так Так Вот когда он зубы начинает сцепливать Это значит, что нужно защищаться А когда у него такие вот отчужденные глаза Это значит, что его можно продавливать Сейчас защищаться Сейчас защищаться Опять Сука Выносливости не хватает Да хер тебе на воротник, собака Ух 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 Да ты посмотри на него, а Сука какая И не видно же, блин, где он Продавливать начинает Нихера Да ты посмотри на эту мразь Давай Давай Да ты посмотри, мразь Издевается еще Есть Хорошо Фух, потный ты парень Да не хочу я Капец, вот ты козел, а То есть тебя еще раз надо сделать, да? Хорошо Давай Продолжим Я готов Попробую Я готов Попробую Или Попробую 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 Что Кто это был? И кто он был? Я не знаю. Время пострадания, он и Скипперы провели много много разговоров. Его пакет был просто тин-бокс. Это достаточно странно. Да. Даже страннее было, что на второй ночи, он уничтожил. Никто не знал, что произошло с ним. И, конечно, никто не мог бы спросить Black Peter об этом. Но ты знал. Хереть. Black Peter — убийца. Ой! И те, кто его знает, не будут удивлены, слышать это. Но все это должно быть между нами. Хорошо? Конечно. Да. Положить кесет. Я пойду в туалет. Не верю в секунду. Иди в туалет. Я поехал в Аказе. Я здесь. Ты что-то ему поперем. Оно есть. Ну-ка попробуем еще раз с ним переговорить. Табак. Понятно. Ну что ж, давайте-ка посмотрим. Письмо лайма, кесет. Так, кесет. Кейнс подтвердил, что это его кесет. Это означает, что он был на месте преступления и виновен в убийстве. Кесет доказывает визит. Кейнс подтвердил, что это его кесет. Это означает, что он был на месте преступления, но не обязательно доказывает его вину в убийстве. В принципе, он мог это сделать, но не стоит рубить с плеча. Я думаю, он доказывает лишь визит. Ага, то есть это еще не все. Письмо лайма и признание Джудит. Так, было доказано, что Лайм Хартли флиртовал с женой Питера Керри и даже влюблен в нее. Но это не вышло за рамки странных, но безневинных писем и слов. Лайм Хартли любил Джудит 100 лет чайно, что ревность могла спровоцировать на убийство. Тоже не доказано, потому что, ну, он ни словом о ней не обмолвился. Хотя, он хранил ее платок. Так, мотив Хартли. Отношения Лайма Хартли и Джудит могли дать ему мотив для убийства. Согласен. Присутствие Хартли в ночь убийства объясняет его увлеченность Джудит и тем фактом, что он работал садовником. Согласен. Вот это подходит. Бум. Видите? Сразу все меняется и оно не подходит. Определенно. Так. Что ж. Вот так вот. Еще что-то. Нифига себе. Что-то сегодня день улик прям какой-то. Сделайте вывод. Какой, какой такой вывод? Это вы о чем? Ну, блин, у меня недостаточно всего. Этого слишком мало. Питер Керри убил отца Джона. Но теперь у меня есть, собственно, повод. Потому что мы знаем, что это мог сделать малыш. И он его искал. Ладно. Что ж, дорогие друзья. Давайте-ка, пожалуй, на этом я завершу сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Вот так вот будут выходить серии. Прекрасное, по-моему, прохождение. Всем спасибо. До новых видео.